Всем привет! Меня зовут Александр Ефимов, и вы в гостях у компании Папилонс. Сегодня у нас будет короткое видео, посвященное подготовке файлов для принтеров NACAI и DTF-серии, в том числе UFDTF, в программе Photoshop, именно создание фотовых, так называемых, слоев. Это будет белый и лаковый слой, как сделать в Photoshop. Сам вот разобрался по горячим следам, пока не забыл, вам тоже рассказываю. Для того, чтобы получить примерно вот такой результат, то мы делаем. Первым делом, небольшой я специалист в Photoshop, но показываю все, что сам умею. Открываем файл, вот у меня тут 10 на 15 сантиметров, разрешение файла 300 точек, пиксель дюймы, соответственно, поперечная ориентация, здесь CMYK 8 бит, прозрачный фон, создать. Создаем, вот такое у нас есть поле, сюда я затаскиваю некий объект, вот, кошку скачал из интернета, просто первую попавшуюся, вот так она появляется, говорю, завершить, все, она закреплена на поле. Кстати, не соответствует файлу, поэтому здесь будут у меня прозрачные пустые уши, но ничего страшного. Давайте непосредственно к делу. Берем выделение, выделяем для начала глаза. Один глаз, второй глаз, выделили. И сразу же я нажимаю вот здесь, вот мы находимся не в слоях, а в каналах, обратите внимание. Нажимаю сразу новый плашечный канал. Открываем, вот, скотт 2. Нет, нам требуется не скотт 2, нам требуется, это будет лаковый слой, а он у нас 3-4, скотт 3. Будет скотт 3, и он у нас такой вот голубенький. Окей, это готово, окей. И теперь нужно еще сделать, саму кошку выделить. Давайте я, наверное, ускорю этот небыстрый процесс выделения. Так, выделение закончено. Опять же мы нажимаем новый плашечный канал, и у нас это будет скотт 1, и он у нас будет такого вот красновато-елетоватого цвета. Окей, все, после этого мы сохраняем файл в PDF. Пробовал в TIFF, сохранить не получилось. Если знаете, где я ошибаюсь и как надо делать, обязательно пишите в комментариях. Нажимаем сохранить как. Нажимаем сохранить копию. Окей, там будет 1, 2, 3. Photoshop PDF, плашечные цвета, обратите внимание, галка стоит. Слои тоже галка стоит. Ну, здесь Fogra 27, входной профиль, который у меня был. Окей, говорим сохранить. Все, записывается. Возможность редактирования убираем. Сохранить. Все, после этого переходим к печати. И что я хочу вам сказать. Вот здесь вот в RIP-программе можно посмотреть вот в этой вкладочке, отображаются у нас спотовые цвета или нет. Увидел ли, так сказать, RIP, и будет ли это выводиться на печать. В этой вкладке очень удобно. Надо нажать галочку и выделять спотовые 1, спотовые 2. И вот он все нам непосредственно показывает. Дальше отправляем на печать и получаем прекрасный результат. Ведь в Photoshop намного проще делать разнообразные интересные выделения и лаковые белые слои, чем в CorelDRAW. Поэтому пользуйтесь на здоровье. Не забывайте о том, что все самое лучшее только в компании Папилон. С вами был я, Александр Ефимов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok